всем привет сегодня у нас воскресенье мы приехали заказывать фанеру для пола для катюшкина вместе с сашей бабушкой магазин с мамой плитку смотрим вот эта красивая дорогая 11 очень дорогая 7 8000 мы ищем плитку я могу от пенсии добавить это бабушка себе выбирает плиточку вот это тоже ничего квадратиками для пола ну что для пола вот эта плитка для пола красивая плитка для пола а вот керамогранит но он весь вот по 700 вот керамогранит но он поменьше а ну то на ты хотя он за метр квадрат и нам смотри вот этот не нравится 585 он более мелкий но он же за метр квадратный цена мне это самое визаре сказал какая вам разница музыка мари красивый же того мало этот то ничего и подешевле симпатичненько будет как будто маленькими птичками выложена пойду я до саши схожу а то вот такого цвета тот керамогранит с розоватым отливом как будто в чат в нашем центре чем фига себе цена а сколько нам таких 6 штук надо ой как дорого будем ехать проверять там где дешевле на пике можно съездить а ты не хочешь ничего нет то он совсем некрасивый но он серый он даже без каёмки тот тот потемнее серый но хотя бы с каёмкой был который там тут размышлен уж тогда вот этот давай коричневый но это серый цвет не как это уже сразу 516 ну что тебе нравится вот такой вот серый мне нравится что у него цена не большая бери тогда вон тот который помельче выглядит будет лучше цвет такой же цена дешевле за квадрат ну серьезно выглядит будет более мелкими плитками лучше чем вот такими большими серыми блямбами серьезно съездили еще в несколько мест решили что все таки будем брать именно в этом магазине ну еще есть место в котором можно было бы дешевле но во первых мы не знаем на сколько а во вторых они работают до 5 30 а я как бы не хочу сама выбирать фанеру я хочу чтобы саша выбирал все таки он в этом понимает и в общем короче сильно много заморочек так что сейчас он купит для для того чтобы делать каркас из гипсокартона и надеюсь что он сегодня сделает короб хотя я в этом очень сильно сомневаюсь но надеюсь что сделает почему сомневаюсь потом расскажу а фанеру утеплитель и и всякие там шуршки пену еще шурупы это мы купим с мамой закажем в субботу привоз на следующее воскресенье то есть тогда когда саша будет перекручивать чтобы сейчас не таскать не хранить хотя потом все равно придется таскать ну ладно он не хочет сейчас привозить фиг с ним не хочет не хочет не хочу с ним убеждать и доказывать я сегодня не сделала стрим наверное все таки в воскресенье я стримы делать вряд ли буду потому что саша не всегда встает с нужной ноги и начинает это неадекватно реагировать у меня портится настроение а когда у меня настроение плохое я не хочу снимать стримы уж извините я их так не умею снимать а если еще настроение плохое то я вообще ничего не умею снимать надеюсь что сейчас приедем домой и я смогу заснять ролики которые не засняла вчера сценарий уже написала все блин где взять время я понимаю что вы правы те кто пишет что Мишку надо отдать в садик девчонок отправить в школу и у меня бы образовалось время для работы ну вот не поднимается у меня рука отправить сына в сад пока он не говорит хотя он в принципе сейчас уже начинает учиться и изъясняться в принципе когда закончится вся эта ерунда с короной я наверное соберу документы и вот отправлю в сад но не раньше следующего года то есть ему пять лет исполнится и мы его так даем ему будет уже проще общаться я ему продолжаю давать лекарства я продолжаю с ним разговаривать чтобы он наконец-то разговарился я думаю что к январю февралю он уже хорошо будет разговаривать и можно будет его отправить в сад а пока я буду готовиться к этому в плане надо вещи для сада там подобрать андалики всякие все это собрать ну вот но время на работу мне нужно находить уже прямо сейчас потому что не терпит когда начинает Саша вот так вот вредничать по любому поводу что типа ну сегодня вот я вам говорю сколько можно уже посудомойка стоит даже не пытаешься ну вроде как взялся клапан у него там в сарае где-то его можно как-то приколхозить чтоб все работало отказался бы купать тогда шланг новый типа дорого а сейчас думаю блин купила бы тогда шланг сейчас бы позвала как этого мастера сколько он возьмет тысячу да поставил бы потому что с Сашей я получить вообще не могу я ему сказала он начал вредничать говорить что вот мы мы такие плохие мы на него это в итоге день на смарт он периодически как бы раз там тоже надо то-то делать надо это делать но это бывает так редко чаще он не хочет делать и иногда кажется что проще это самостоятельно сделать нежели его уговаривать поэтому сегодня вот он не хочет фанеру везти и фиг с ним сейчас они пошли платить за профиль для гипсокартона я говорю зачем всем вместе идти уже все посмотрели то что вместе надо было нет вот надо чтоб ты со мной ходила но я не пошла я не хочу я и так ввожу выполняю функцию привоза увоза кстати если нам гипсокартон профиль нужно было взять здесь почему мы его не взяли сразу можно же было взять потом поехать в другой магазин мы подешевле это искали только фанеру я вообще не понимаю чего он просто сказал железо я решила что железо это вот трубы я ему привожу там всякие он сваривает каркасы всякие вот я думала такое железо оказалось это здесь в зарях а нам сегодня прислали я забыла поделиться сейчас минутку прислали в эту в рот комитет в рот комитет короче представляете сказали что калитки школы все должны идти в масках родители струдники дети внутри школы после утреннего фильтра ну то есть измерения температуры в масках остается весь обслуживающий персонал все работники столовой все сотрудники которые на входах проводят фильтр а педагоги и дети сами принимают решение оставаться им в маске или снять ее оставляя за собой право быть в маске весь рабочий день и вот я сижу и думаю а как же лучше девчонок чтобы они в маске были весь день блин это же все лицо будет спреть напишите что вы думаете по этому поводу как быть как детям сказать я конечно дам им антисептик в бутылочке где гарантия что дети будут действительно дезинфицировать руки после того как они сходили в туалет там подержались за ручку за которую держались все или в столовой все равно как бы дети будут везде все пересекаться юдушные будут в класс приносить в общем начинается что-то странное нет все как бы это я совсем была бы согласна если бы не было случаев заражения если бы это не было действительно серьезно мне вот и в комментариях пишут те кто столкнулся с коронавирусом что это серьезно я сама понимаю что это серьезно этого надо опасаться но дети будут ходить в школу и от нас ничего не зависит все понятно почему мы не купили профиль сразу потому что он гигантский а сейчас мы дома и Лиза ползает по полу Лиза что ты ползаешь по полу тетрадку еще ты же знаешь она ее ищет под кроватями заметьте значит она может там оказаться она все время там оказывается привет привет Лишка ты помогаешь Лизе? так кота не порвите под ним тетрадки точно нету ты Лизе помогаешь? ты нашел? ну доставай а что ты иди сюда? я говорит мой эй эй